Утро понедельника. Легендарная тренировочная база Киевского Динамо Конча-Заспа. Здесь в 90-х годах состоялись как игроки большой величины Валентин Белькевич и Александр Хацкевич. Сегодня они уже тренеры, самостоятельно готовят способную молодежь для главной команды. Занятие назначено на 11 утра, хотя и начинается с опозданием. В городе в рабочий день пробки. Динамовская молодежка после неудачного старта в чемпионате дублеров наконец-таки отпраздновала Викторию. На выезде был переигран Донецкий Металург. Александр Николаевич еще раз поздравляет подопечных с успехом и отправляется к нам на запланированную беседу. Валентин Николаевич остается на время разминки за главного. Легенда белорусского футбола Белькевич ныне в помощниках у Хацкевича. Кажется, завершением карьеры футболиста Валентин ничуть не изменился. Телекамера и интервью ему по-прежнему не по нраву. У этого, у Анатольевича. Киевская молодежь в чемпионате дублеров другим командам уступает в возрасте. Под руководством Александра Хацкевича собраны таланты 1993 года рождения и младше. Играет против старших, потому как к взрослому футболу готовится уже сегодня. Требования здесь достаточно высокие, чтобы они были готовы в дальнейшем, если дай бог, чтобы наши воспитанники попадали в первую команду, и чтобы для них потом там не было каких-то стрессовых ситуаций, когда они попадают. Потому что требования как здесь, так и там мы очень высоки. И Хацкевич и Белькевич принимают непосредственно участие в тренировочном процессе. После предоставленных выходных занятие втягивающее. Александр строго отчитывает молодых партнеров на одном поле, а на другом улыбка на лице Валентина почему-то подсказывает, что бывший полузащитник, как и в старые добрые времена, получает удовольствие от футбола. У нас два массажиста, два доктора, администратор, тренер по физо, тренер по технике, тренер с защитниками, тренер с полузащитниками. Так что здесь у нас Валентин отвечает за полузащиту, есть у нас тренер, который из Боливии, он отвечает и за технику, и за атаку. Я больше акцент делаю за оборону еще. Так что здесь каждый занимается, говорится, все разделено по своим амплуа, но потом мы все это компонуем. Я думаю, что ребятам намного это интереснее, потому что каждый занимается своим делом. С учетом развитой клубной инфраструктуры в Украине, тема молодежных сборных всплывает сама собой. Георгий Кондратьев привел белорусов к медалям на недавнем Евро, а наши южные соседи в то же время даже не вышли из группы. Видать, дело не только в условиях подготовки. Сами ребята через прессу поверили, что они едут туда выигрывать. А не игрой добиваться этого, а уже ехавши туда, они уже были уверены. По именам достаточно сильная команда, потому что многие уже и привлекаются в национальную сборную ребята. Но белорусы, говорится, молча, но спокойно, где-то на фарте, где-то на каком-то морально-волевых качествах. И в итоге все это вылилось в результат. Так что это еще раз подтверждает, что все-таки нужно сначала ехать и играть, а потом разговаривать и рассказывать, куда мы едем и что мы должны там выиграть или не выиграть. Александр Хацкевич возглавил молодежку «Динамо» в декабре минувшего года. Сначала совмещал с работой и украинской национальной сборной, но после ухода Мирона Маркевича и Юрия Калитвинцева сосредоточился на делах клубных. Говорит, что госсборной принес только положительные эмоции. А мы задаемся вопросом, когда белорусская команда подарит болельщикам настоящий праздник. Накануне нынче два определяющих матча против сборной Боснии и Герцеговины. Все должны быть одной идеей объединены. Потому что когда мы приехали с Валентином в 1996 году на Украину, в каждом городе в центральной улице висели бигборды, что вот нашим этапом попасть на чемпионат Европы такого-то года. Не попали, висит на следующий. Вот нашим этапом попасть. Вся страна этим объединена. И в итоге сборная попала на чемпионат мира. Рано или поздно это произойдет. И это менталитет. Потому что здесь не только футболисты и те люди, которые обслуживают команду. Федерация, доктора, массажисты. Тут вся страна должна... Это национальная сборная. Это гордость всей страны. Известный в прошлом полузащитник сборной Беларуси признается при этом, что почти не видел матчей дружины Бернаштанга в нынешнем евроотборе. И за событиями в отечественном футболе также следить невнимательно. Но проблемы обозначают четко. Потому что они вечные. Нужно менять, в первую очередь, этот детско-юношеский футбол. Это мы уже давно говорим еще. Но когда я работал даже в этой федерации, и глядя из окна кабинета на поля, а на поле ни одного мальчишки нет, то для кого эти поля-то? Зато синтетика, она занята. Круглые сутки. А естественные поля, где ребята должны... Притом есть же инфраструктура. Никого нет. Вот этим нужно заниматься. То, что делается в клубах, это клубные дела. То, что нужно делать в новой федерации, я думаю, что... Сафарян тоже... Вот я знаю Сафаряна давно, но дай бог, что он в футболе не первый год, и он знает эти все вопросы. Я думаю, что и прежнее руководство делало, и результат тоже где-то налицо, что и молодежные сборные неплохо выступали. Но что сейчас нужно сделать именно, я уже... Еще, да? Без понятия. На прощание Александр еще рассказывает, что почти забыл об игротских временах. С благодарностью вспоминает о периоде, проведенном в Витебске. Признается, что доволен нынешним развитием тренерской карьеры. Беларусь в ней, правда, не значится. По крайней мере, пока. Я был в Беларуси в мае месяце, но я на день приехал, у меня у друга была свадьба. Все, я больше в Беларуси не был, наверное, уже года три, наверное. Здесь я живу, и здесь моя семья. Там у меня родители, мы с ними общаемся, но большого желания вернуться пока нет. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!